Добро и зло У каждого есть свое добро, своя правда, ну и зло у каждого. И все зависит от обстоятельств. Одно и то же может быть и добром, и злом. Вот это круговерть понятий, это жонглирование с самыми священными понятиями, которые имеют прямое отношение к спасению человеческой души. И есть величайшее искушение нашей эпохи. Церковь поставлена стражем. Церковь призвана провозглашать Божью правду. Очень часто то, что говорит Церковь, не в полной мере понимается окружающим миром, а иногда и отторгается. Именно потому, что послание, которое несет миру Церковь, это то послание, которое через Церковь передает сам Бог. И если дьявол с Богом борется, то вполне естественно, что эти слова Церкви, обращенные к миру, очень часто искажаются, не понимаются, а иногда подвергаются насмешкам. При всех сложностях сегодняшнего бытия людей, никогда у верующего человека не может иссякать надежда. Потому что в Слове Божии сказано, создам Церковь свою, и врата ада ее не одолеют. Это значит, что до скончания века Церковь будет нести Божью правду, вне зависимости от того, как эта правда будет восприниматься. Иногда, видя безразличие к церковной проповеди, иногда, видя преднамеренные искажения слов Церкви, многие из нас впадают в уныние и задают себе вопрос, а что же дальше? А что будет дальше? Каково будущее рода человеческого? И ответ мы имеем на этот вопрос не от человеческой мудрости, а от мудрости Божией. Я с вами до скончания века. И если Господь с Церковью, если Господь с призывающим Его имя, то значит, те, кто Его имя призывает, и будет на стороне победы. Победы, уже совершенные Христом через смерть и воскресение над дьяволом и над всякой неправдой. Поэтому Церковь со стороны может казаться слабой, немощствующей, но на самом деле Церковь является наследницей победы Христа. Она живет этой победой. И если бы не эта победа, то и проповедь Церкви никогда не могла бы быть спасительной.